Всем доброго времени суток! И сегодня у нас обзор кемпингового фонаря от Kovia. Вот такой вот замечательный фонарик мы сегодня с вами рассмотрим. Я вам расскажу, как подготовить его к работе и использовать. А также посмотрим, как он ведет себя в работе и для чего в принципе нужны газовые фонари. Это Kovia TKL N894. Принцип, по которому решил я приобрести данную вещь, это не потому, что мне просто необходим фонарь. Вы можете сказать, что можешь купить мощный светодиодный фонарь в магазине, специальный и так далее. Я считаю, что... Я еще не пробовал, я сразу предупреждаю. Но основное, что я хотел бы получить от этого фонаря, не только свет, но и тепло. В некоторых видео я видел, что подобными фонарями обогревали фактически палатку и люди там при минусовых температурах сидели в футболках, в палатке, что для меня было как-то даже странно. И вот я решил приобрести себе данную вещь. Фирма Kovia очень популярна. Но я, естественно, решил приобрести продукцию именно этой компании. Ну и заодно посмотрим, как она себя покажет в будущем. Я еще его не вскрывал, делаю это при вас. Давайте вскроем коробку, что у нас там, собственно говоря, есть. Ну, во-первых, вот в таком вот чехле идет сам фонарь. Добротно. Ну, соответственно, инструкции. Инструкция, кстати, на русском и на английском языке. Я так понимаю, что сама фирма то ли корейская... Да, по-моему, корейская, насколько я помню. Вот. Посмотрим, что у нас, собственно говоря, внутри. Такая крышка. А, это еще и подставка. Вот у нас сам, собственно говоря, фонарик. И что там у нас еще? Переходничок. Так, это мы отложим в сторону пока что. Вот, собственно говоря, у нас сам фонарик. И переходничок к нему. То есть, что у нас здесь? То есть, переходник, это, я как понял, для длинных баллонов. То есть, есть баллоны короткие, есть длинные. Для коротких баллонов, я так понял, переходник не нужен. А здесь для длинных баллонов нужен цанговый переходник. Вот он как раз. Ну и, возможно, пригодится для каких-то других баллонов. Дальше. Внутри у нас, соответственно, сеточка, которую нам необходимо будет одеть. И вот он на такой вот цепочке, я так понял, это для того, чтобы его подвешивать. Ну что ж, это очень-очень удобно. Ну, то есть, в первую очередь, нужно сделать первоначальный старт, первоначальную сборку фонаря, чем мы, собственно говоря, и займемся. Откроем крышку. Откроем фонарик. О, кстати говоря, в комплекте две сеточки. Это очень хорошо. То есть, в случае, если одна сеточка у нас накроется медным тазом, то у нас будет вторая. Так, ну что у нас надо снять стеклянный колпак, насколько я понял. Но, чтобы стекло не пачкать, я, наверное, одену перчатки. Перчатку. Вот, и попробую снять стеклышко. Снимается оно у нас там две клипсы, они зажимные, и аккуратненько снимаем стеклышко. Оно нам не нужно. Сейчас, по крайней мере. Вот. Дальше мы одеваем сеточку. Причем, сеточку надо одевать красной частью вниз, зеленой наверх. Уж не знаю, почему так. Но именно вот так вот и надо одеть. Сейчас попробуем одеть сеточку. Сетка должна иметь такую овальную форму. Вот, то есть, ну, естественно, желательно изначально ей придать вид, потому что потом сетку трогать будет нельзя, от слова вообще. Потому что, если вы ее потом тронете, она у вас просто рассыпется. Ну, вот, примерно так. То есть, дальше мы берем газовый баллон. Соответственно, это баллон 230 грамм, плоский. Вот. И дальше мы устанавливаем на баллон газовую горелку. Изначально проверьте, чтобы у нее, чтобы она была закручена. Первый поджиг осуществляется зажигалкой. То есть, мы навинчиваем ее на баллон. Честно, желательно, чтобы никаких там протечек, ничего не было. Это мы еще послушаем. Не перетягивайте. То есть, вот, затянули. Все, тут там резиночка есть. Вот, примерно так это у нас выглядит. Первый поджиг осуществляется не пьезозажигателем, а, соответственно, зажигалкой. До подгорания сеточки. Как только засветится, мы выключаем наш фонарь. Ну, попробуем. Ну, пошел газ. Субтитры сделал DimaTorzok. вот сеточка у нас засветилась мы выключаем и даем остыть ну что ж наша горелочка остыла наша лампочка остыла теперь мы помещаем на место стеклянную колбу честно говоря я не думал что она так ужимается но теперь я и вы это будем знать берем нашу колбочку аккуратненько сверху ее просто ставим сеточки после ее обгорания прикасаться нельзя она сразу у вас осыпется вот поэтому мы просто устанавливаем колбочку и закрываем наш фонарик чтобы он приобрел свой нормальный вид примерно так ну и теперь мы пробуем уже нормальный старт пробуем запустить по-нормальному и и открываем баллончик и запускаем как-то так она должна у нас светиться это еще не максимум очень ярко и на нее смотреть практически невозможно давайте попробую закрыть и давайте попробуем без света сейчас я выключу свет и попробуем так в комнате свет уже потушил вот давайте попробуем ее включить отключаем свет и включаем баллон лампа очень яркая она реально освещает вот всю комнату отлично освещает вот такая вот замечательная лампа итак о преимуществах этой лампочки преимущество пожалуй главное это то что помимо большого количества света она дает еще и невероятное количество тепла вот так же не есть вот такая цепочка за которую можно подвесить в палатке без проблем вот то есть я считаю что это очень полезная так скажем вещь это вот цепочка как раз и кстати говоря лампа достаточно долгое время вот я вот сейчас руку держу она до сих пор как бы горяченькая да то есть ей надо давать полностью отстыть перед тем как ее снимать с баллона и так далее лампа это рассчитано на температурный диапазон от минус 20 примерно до плюс там 30 градусов по цельсию работоспособность но я не рекомендую использовать там сильно когда сильно жарко да и нет ни смысла когда сильно жарко я бы так сказал только на столе баллоны этого по моим расчетам то есть в инструкции сказано что она расходует примерно 40 грамм газа в час то есть примерно этого баллона хватит на 5-6 часов достаточно интенсивного использования этой лампы слышал что люди отзывались что одного такого баллона хватает примерно на 10-12 часов работы этой лампы этого более чем достаточно это очень эффективно и я опять же повторюсь что перед светодиодными фонарями у нее большое преимущество помимо того что она светит хорошо она еще и греет то есть повесив ее скажем в палатке палатку вас будет не только освещаться но еще и обогреваться я считаю что это очень полезно интересно и функциональная общем лампочка при этом всем она не считается самый мощный среди ламп выпускаемых кое у них есть лампы гораздо мощнее и теперь о полезной детали это вот крышка переноски то есть крышка упаковки эта крышка если вы заметили она еще может выполнить полезную функцию то есть перевернуть и на нее поставить баллон не знаю поместится поместился отлично то есть немножечко надавили все таким образом она более устойчивая также эта вещь рассчитана под высокие длинные баллоны которые 220 граммов можно использовать вот собственно и все что я хотел рассказать об этом замечательном приобретении надеюсь она мне очень пригодится и надеюсь что я буду ее использовать также прошу заметить баллоны перед использованием не трясти баллон надо оставить в спокойном состоянии минут на десять лишь только после этого использовать ну вот собственно на этом все до новых встреч может быть буду продолжать свои обзоры в области вещей для кемпинга для туризма для походов я это дело очень люблю и вот такую лампочку я бы вам очень сильно рекомендовал на этом все спасибо до новых встреч и 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